Подъем на работу в 4 утра и за 30 лет она ни разу не проспала. Вот уж точно, кто рано встает, тому бог подает. Гульнархи Самеева, доярка из Атнинского района, заслуженный животновод республики. Получала благодарственную грамоту из рук самого президента, а на следующее утро уже была на посту. Там, где ее любят и ждут. На ферме 400 голов, а доярок в смене всего лишь две. Сколько коров нужно подоить в день каждый? Это только на первый взгляд простейшая задачка. Дояркам в помощь пришел технический прогресс. Работают, казалось бы, автоматы. Теперь на ферме приходится ухаживать и за коровой, и за железной машиной, которая иной раз по капризнее животных бывает. Тяжелый физический труд в сельском хозяйстве этим женщинам по плечу. И все это ради того, чтобы в городе люди пили натуральное молоко. Ее работа больше, чем призвание. В молодости была возможность стать оператором на заводе. Но огни большого города так и не заманили. Построили в деревне дом, посадили деревья, воспитали детей. На гульнархе Самеева признается, что всегда искренне восхищается многодетными матерями. Воспитывать много детей – это всегда серьезный, осознанный выбор. Готовы сделать отнюдь не все. В этом году на республиканском конкурсе «Женщина года» многодетные мамы из Набережных Челнов, из Нижнекамска, из Сабинского района были признаны лучшими. «Женщина-мать» – наверное, это самая точная номинация, отражающая суть этого конкурса. Среди многих женщин никто еще так же, как и многодетные мамы, не получает столько любви, радости и объятий. Но победителей намного больше. Каждая женщина достойна нести это имя – лучшая мама и лучшая жена. И чаще всего бывает так, что ежедневные, ежечасные заслуги лучшей половины человечества остаются просто незамеченными. Не поверьте тому, что счастье вот так просто и дается, и так удается. Это труд, это терпение, это любовь друг к другу. И так надо пройти жизнь, почему? Потому что двух жизни у кого нет. Вот пример тоже, что мы с вами видим. Как у вас бывает? Хорошо, ждем вас. У меня там полмашины, еще всего-всего. Она вошла в дом и стала вдруг светлее. Эффектная блондинка, теледива, успешная бизнес-леди из Альметьевска каждый месяц приезжает в Казань. Но ни дорогие салоны, ни гламурные тусовки и ни шоппинг – все это не место ее притяжения. Она спешит по зову сердца туда, где в ней нуждаются больше всего. Я помогаю, к сожалению, очень-очень тяжелобольным. И каждый их шаг, каждая вот их победа над тем, что над своим недугом, да, для меня это, честно вам скажу, я сейчас, может, заплачу даже, для меня большой подарок, потому что этих детей я отслеживаю годами. И я вместе с мамой, вместе с этим ребенком радуюсь достижения большего в их жизни. Это здорово. Это вдохновляет дальше идти по жизни. В доме Рональда Макдональда снова маленький праздник. Марина знает, как и чем можно растопить маленькие детские сердца, чтобы в мире стало хоть немного теплее. Равнодушие – это бич нашего общества, к сожалению. И, наверное, еще, когда люди лгут, не нравятся. Ложь тоже, к сожалению, есть. Вот. Хотелось бы, чтобы больше было добрых людей, неравнодушных, потому что руку помощи протянуть может каждый. Издатель известного журнала признается, что благотворительностью начала заниматься целенаправленно больше 10 лет тому назад. Как только бизнес стал приносить прибыль, и эту прибыль она уже знала, куда и на что потратить. Теперь среди ее друзей очень много особенных людей, особенно душевных и родных. Я хочу донести, что эти люди, они, наверное, не то, что говорят особенные люди, люди с ограниченными возможностями. Я хочу донести, что они такие же люди, как и все мы, они без ограничений, и что они также и радуются жизни, что они также чего-то добиваются, каждый в своей сфере. И, конечно, невозможно было бы это без моих друзей, которые видят, чем я занимаюсь. У нас уже команда ко мне присоединяется, и это здорово. Люди сами мне пишут, сами предлагают помощь в организации этих проектов. И как бы вот на сегодняшний день могу порадоваться и за себя, и за тех людей, кому помогают, что нас много, вернее, без добрых людей. Идешь по улице, и твой покупатель идет. Останавливает. Вы же фердоус. Спасибо вам огромное. Вот это самая большая награда для производителя. Шанель, Диор и Фердоус. Она знает, что такое красота по-татарски. За четверть века поисков ей удалось найти лучший рецепт. Именно такого средства, от которого будет за державу не обидно. Ваша кожа – это ваша собственность. И что на нее накладывать? Это только ваше право. Вот обилие теперь у нас в магазинах. Что вы хотите? Какой ферма? Какой бренд? Пожалуйста, на любой кошелек. Но я всегда говорю в то же время, оговариваюсь. Не забывайте, ваша кожа, несмотря на то, что они экспериментальные боли. Любая ошибка отражается на состоянии вашей кожи, вашей красивой кожи. Создатель натуральной косметики Фердоус Девятаева уверена, что нет ничего проще, чем сделать красивой любую женщину. Для этого нужно лишь поверить ей в себя. Если отойду от бизнеса, я бы открыла, наверное, кабинет психологической помощи. Почему? Потому что нельзя все путать вместе. Бизнес, жизнь, семью. Ее самый узнаваемый бренд – это улыбка на лице. Это еще один рецепт ее успеха. А косметика, говорит Фердоус Исмогиловна, это всего лишь небольшой штрих – дополнение к твоему внутреннему содержанию. Женщине намного легче бизнесом заниматься. Почему? Как почему? А потому что женщина, она очень терпеливая, она очень мудрая. Она привыкла в этой жизни сначала ждать свое счастье, любовь, потом ждать свое чудо, дитё. Это 9 месяцев. Это все характер женщины. И все равно на любом посту женщина намного легче работает, чем мужчина. И результаты. Мужчины, они… Ну как, вы знаете ведь, мужчина есть мужчина. Пришел, победил, все, быстро надо. А женщина, она знает, что вот сегодня, если не получилось, завтра получится. Эльзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова